12.06 в Кирове продолжается программа Дневной разворот В студии по-прежнему Владимир Сметанин И Светлана Занько, добрый день Есть у меня такое предчувствие, что сейчас Разгорится тут пожар у нас в эфире Посмотрим 211-101 номер телефона прямого эфира Снова поднят вопрос о переименовании Кирова в Вятку Об этом пишут все региональные СМИ Естественно, я не помню такого момента Когда, как только кто-нибудь Не заявлял хотя бы больше, чем два раза Сказал, что они переименовать ли нам Они вернут ли нам Тут же не поднимался бы Как это называется сейчас? Хайп И мы, конечно, не поддержали бы Эту самую интересную историю По созданию не шума, но попытки разобраться А что происходит, кто инициатор И куда это все нас может привести Ну так вот Мы, естественно, отталкиваемся от последних новостей Мы говорим о том, что создана некая организация Которая называется Возрождение Вятки И эта организация обратилась к горожанам С призывом собрать денежные средства На печать 100 тысяч экземпляров агиток Мы так их называем агиток Или, можно так сказать, разъяснительных листовок Информационных бюллетеней Которые рассказывают кировчанам Почему Вятка должна вернуться Я имею в виду название нашего города Должно сменить название город Киров Что это даст горожанам И вот, соответственно, я не знаю Собираются сейчас средства или нет Мы будем спрашивать у Я так понимаю, председателя этой организации Нет, это юрист Юрист региональной общественной организации Возрождение Вятки Кажется, юрист еще есть Зачем юрист организации? Тоже нужно выяснить Ну как мало ли, ну езжать будут Да, поэтому мы просим сейчас нашего редактора Прямо сразу связаться с Марком Неустроевым Юристом региональной общественной организации Возрождения Вятки А в студию мы пригласили Евгения Дрогова Председателя союза журналистов Кировской области Который Что такое, Женя, неправильно? Не молчите Директор издательства Директор издательства Вократкой Вот так Что, а не председатель, секретарь союза? Ну я не могу говорить за союз журналистов Окей, давайте, хорошо Давайте как директор издательства Вократкая Да, ну можем представить как коллегу Конечно Журналиста Да, Евгений Дрогов здесь у нас в студии Он тоже вот каким-то образом оказался в этой агитке Мы хотим тоже понять То есть вот как вы взаимодействуете Какие цели вы преследуете Ну и принимаем звонки от наших слушателей 211-101 Номер телефона прямого эфира Вопрос очень простой Мы этот вопрос в качестве опроса Разместили ВКонтакте два дня назад Сколько вы готовы пожертвовать на подобные разъяснительные материалы? Там три варианта ответов Готов пожертвовать символически 10-50 рублей Отдать хоть всю свою зарплату, если Киров переименует И кому и сколько нужно заплатить, чтобы о переименовании забыли Вот такой у нас был опрос Последний он лидирует Скажем, пока что лидирует А точные цифры после того, как примем звонок Мы вам назовем Итак, с нами на связи Марк Неустроев Юрист региональной общественной организации Возрождения Вятки, если не ошибаюсь Алло, добрый день Я бы для начала хотел принести сразу же извинения Евгению Дрогову Поскольку он в студии, как я понимаю И появилась информация в некоторых СМИ Что он каким-то образом причастен к изданию листовки Что он является чуть ли не руководителем организации Все это слухи И мы лишь использовали его цитату из открытых источников Без его согласия и приносим им извинения Если это причиняло ему какие-либо неудобства Женя Принимается Принимается Да, давайте тогда сейчас к организации Возрождения Вятки Пожалуйста, просто ни разу еще об этом не рассказывали Что за организация, кем, когда создана, с какими целями? Ну, эта организация была создана в мае 2017 года И зарегистрирована в июне 2017 года Нашлось несколько неравнодушных граждан Ничем не примечательных Они не какие-то бизнесмены, не писатели, не историки Просто люди, болеющие за вятку Они решили, что пришла пора действовать То есть сколько можно уже играть в говорильню Петь песни про вятку То есть необходима какая-то движущая сила Мы обращались, даже предлагали председательство Различным общественным деятелям Которые не раз выступали за вятку А кому конкретно обращались? Нет, просто ну Ну нет, скажем так Не хочу никого упоминать Просто вот есть люди в городе Они много лет выступают за вятку Но возглавить организацию, к примеру Они отказались Поскольку считали, что это понесут для них какие-то риски То есть говорить один раз в год про вятку это одно А конкретно возглавивающую сила совсем другое Поэтому у нас в организации Даже если я вам назову фамилии Учредители, руководители Они вам абсолютно ничего не скажут Но у нас председателя это Владимир Михайлович Васильев Это просто житель вятки Он на пенсии Просто болеющий за вятку Он не бизнесмен, не краевед Просто мы решили, что кто-то должен это сделать И в свое время даже в администрации области говорили Что хоть кто-нибудь создайте организацию Чтобы было с кем-то работать Вот эту тему обсуждать Никто за долгие годы даже не попызался И мы, изучив опыт Мы сначала изучили соцсети Дискуссии в соцсетях, на форумах, в обществе И поняли, что одной из главных проблем Является неосведомленность граждан То есть они против переименований Не по идеологическим причинам Не по вкусовым каким-то предпочтениям Такие люди тоже есть, но их не так уж много Очень много людей против по мелкобытовым причинам То есть мы не хотим менять паспорт Платить пошлину 300 рублей Мы не хотим фотографии на паспорт оплачивать Какие-то документы менять Но этого ничего делать не нужно Это объяснил еще Галецких в 2009 году В решении рабочей группы Александр Александрович Да, Александр Александрович Галецких Который сейчас возглавляет в честную палату И вот сейчас мы можем видеть Что улицы, когда возвращаются Им родные имена Тоже никаких бюрократических проволочек И волокит не возникает у жителей этих улиц Что касается следующей темы Которую обсуждают тоже жители Что бюджет понесет миллиардные расходы На возвращение имени Но это не так Во-первых, референдум проводить не нужно О чем-то все пишут про референдум Но уже пять лет назад Были внесены изменения В законодательство нашей области Которые привели в соответствие его С федеральными законами О том, что вопрос переименования города Это не вопрос местного значения И теперь, исходя Закона Так, сейчас скажу Об административной директорной устройстве Кировской области Номер 387 2 декабря 2005 года Там уже пять лет содержатся изменения Что такие вопросы решаются Путем опроса населения Ну там конференции Собрание исхода И опроса граждан Опрос может быть похож По форме и на референдум Но это будет заниматься Не избирательная комиссия Это будут То есть не центр избирком Это будет все В формате Который придет Город Дум То есть бюджет Не принесет Их либо расходов А во-вторых Что касается Самой смены названия Ну Город потратит Замену Дорожных знаков Замену Стел Это вот В 2009 году Оценивалось В 6 миллионов Сегодня С учетом вентиляции Предположим Это 12 В Новый год Вот потратили 13 миллионов рублей Никто не возмущен То есть Каких миллиардов Идет речь Совершенно непонятно И также мы изучили Город Тутаев Который пытался Вернуть себе имя Романов Бориса Глеб Они проиграли опрос Последний С сентября 17-го года И глава города Ярышов сказал Что по его мнению Причина поражения Как раз в том Что не было агитации Никто людям не объяснил Что он общался с людьми Они ему говорят Я не хочу менять паспорт Я не хочу менять документы Недвижимость И он говорит Кто вам сказал Что нужно делать А не нужно делать А вот мы так решили То есть Никакой агитации Не проверили У них группа Вконтакте 40 человек Хотя 3 года Шла тема переименования Они даже до головы Думы дошли Но все вернулось Вспять И провели опрос На опросных функциях Отдельно От избирательных участков В сентябре 9-го Там как 10-го сентября И получилось Что да Они потерпели поражение По причинам Просто Отсутствие Просвещение людей И мы решили Что нужно этим заняться Просветить людей Мы не хотим Убедить всех Мы не всегда Убедить коммуника Мы хотим Просто получить Перелом тренда В нашу пользу В пользу Вяз Марк Скажите пожалуйста Ну просто Очень многие Спикеры В том числе В нашей студии Говорят Что Новая волна Вот такого Движения За переименование Она связана С выборами И приурочивает Это к выборам Сейчас президентским Говорят Что нужен Некий референдум Чтобы народ пришел Всем же интересно И заодно и проголосуют Когда вы организовывались Вы думали о том Какой дате Вы приурочите Например Опрос населения Ну вот Во-первых Мы с первого же дня Столкнулись с этим Что все время Какие-то даты То есть Мы организовались Начались выборы губернатора Потом Выборы президента Потом Будут Там же Олимпиады Скажут Ну какие-нибудь Всегда будут находить причины Почему мы вышли Всякий бред Пишут там В комментариях Ну можете Ну видели Наверное На порталах Мы ни к чему не приурочиваем Никаким мероприятиям Избирательным Наша деятельность И что говорить О конкретных То мы надеемся Что будет Длиться Наша гид-компания Например Год-полтора Если мы Нужны ресурсы И к примеру Осенью 2019 года Внести Инициативу В ЗАГС Собрание И уже в этой же осени Провести Например 2019 года Опрос населения Там никаких Вроде не предвидится Избирательных процессов Других Это так что Останется Особняком И вот В 2020 году Может быть Кто знает И вернется Имя Вятка А какой канал Вы хотите использовать Для внесения Инициативы В ЗАГС Собрание Что? Через какой канал Как заходить Хотите Вообще-то Инициативу Может внести Даже простой гражданин Это не обязательно Быть организацией Инициатива Вносится кем угодно В ЗАГС Собрание О переименовании Населенного пункта И еще один Да Еще один вопрос Очень часто Спрашивает Совет Патронимии По поводу Того обращаются Или граждане О переименовании Я не вижу Свежих результатов Но вижу Большой материал На своем Кировском Аж с 15-го года Да Теперь уж Три года прошло Почти Где Представители совета Говорят Что нет Никто не обращался И поэтому Мы даже Не собираем Информацию Обращения от граждан Нет Ваша организация Или член организации Уже успели Обратиться Совет По ним Конкретно Нам пока Предложили Там Скажем Место Слушателей В этом Совете Просто Присутствовать Нас будет Один представитель Но Конкретно Мы не обращались Поскольку Во-первых Они не являются Субъектом Кому следует Обращаться По этим вопросам Потому что Это как бы Прерогатива Законодательных Органов Что касается Вопроса Обращения Вообще К органам То Эти граждане Которые Очередили Организацию Они еще В 16-м году Пытались Привлечь Внимание К этой проблеме Писали Губернатору Зак Собрания Президенту России Получили Как раз Отписки Которые Послужили Причине Создания Организации Там сказали Займитесь этим На местном уровне Работайте С населением И тогда Будем о чем-то Говорить Никакой Пока работы Не видят Да Марк Прошу прощения У нас остается Полминуты До перерыва Хочу вернуться К агитке К листовке В новостях Прошло Что вы собираете Деньги На то Чтобы напечатать 100 тысяч Экземпляров Агиток Это действительно Соответствует Реальности Да Действительно И возможно Дизайн еще Изменится Мы скорее всего Сделаем упор Именно на то Что не будет Референдума И на то Что не нужно Менять документы Поскольку Эти темы Активнее всего Обсуждаются В медиапространстве А на данный момент Мы получили Некоторое замечание Что какая-то информация Там воспринимается Не очень аргументированно Или как-то Вот Не очень понятно Поэтому мы Скорее всего Немного Форматируем И Например Исключим Еще Евгения Дрогова Он просил Убрать его цитаты А деньги уже начали поступать? Насколько активно? Некоторые Небольшие Перечисления были Плюс Мы работаем И с крупными спонсерами Пытаемся получить гарантии Финансирования Каких-либо еще проектов То есть Будут же и другие проекты Медиа Поэтому Ведем переговоры О каких проектах Идет речь? Ну Помимо Выпуска Листовки Будут и другие материалы Хотелось бы выпустить И какой-нибудь Четырехстраничный бюллетень Возможно Установка билбордов Но это Планы на год То есть У вас есть определенный план По которому Вы собираетесь работать? Да, конечно Как любая агитация Любая агитационная компания Спасибо Спасибо за подробный комментарий Марк Неустроев Юрист региональной Общественной организации Возрождения Вятки Прервемся на полминуты И продолжим разговор Уже с Евгением Дрогом И с вами Слушатели По поводу Переименования Кирова Вятку Продолжаем Нашу передачу Евгений Дрогов Напоминаем У нас в гостях Директор издательства ОК Раткая Ну вот такая идея Да, но мы должны Сейчас сказать сразу Мы обещали с тобой Цифры опроса Володя озвучить Напоминаю Что мы размещали Опрос Вконтакте Сколько вы готовы пожертвовать На подобные Разъяснительные материалы На Агитке Три варианта ответа Готов пожертвовать Символически 10-50 рублей Отдадим хоть Сюзерплату Если Киров переименует Кому и сколько нужно Заплатить Чтобы переименование Не забыли Вот я вижу Что проголосовало 576 человек 76% из них Выбирает Последний ответ О том Чтобы забыли О переименовании Ну и комментарии Тоже такие Да Попозже Комментарии 5% только Готовы всю зарплату Отдать Ну аж Или аж Только 5% За 29 человек Отдадим Хоть всю зарплату Если Киров переименует Возвращаемся К Агит-материалу Ну вот вы получили Уже Евгений Извинения От возрождения Вятки Тем не менее Я помню нашу беседу По поводу этой организации И вас позвали На по-моему На первое заседание Да Я на заседаниях Ни на одних не был Хотя меня звали каждый раз Вот Но я участвовал в конференции Которую возрождение Вятки проводило В мае как раз Да Я уже не помню Когда она была Точно Год был очень насыщенный Туда приглашали всех Кто Кто в каждое свое время Что-то делал на этом поприще О чем-то писал Высказывался Какие-то мысли Вот И я тоже там выступил Поддержал это начинание И как раз говорил-то о том Что Проводить какие бы то ни было Опросы Тем более судьбоносные Без подготовки Бессмысленно Потому что Вся история Вот этого движения В нашем городе Она говорит о том Что Без четкого субъекта Который мог бы Это сделать Вся эта затея Она бессмысленна Ну вот вы подтверждаете Слава Марка Да Просто Мы тут немножко по-разному Смотрим На То как это должно Происходить Ну и собственно говоря На субъектность Вот есть город Киров У него есть Грубо говоря То есть Это такой Не знаю Человек-ребенок У которого есть там Родители В лице Руководства Да И есть жители Которые собственно Этим городом и являются Вот Законодательно Это может Быть инициатива Руководства города А может быть Инициатива жителей На сегодня И вот этот опрос Который вы сейчас Упомянули Показывает Вконтакте То что я говорю Что Сам субъект Не готов это сделать Потому что он не понимает Зачем это нужно Вот И Нет Политической воли Со стороны Принимающих решения Чтобы тоже это сделать Ну то есть По всем параметрам Получается что Вот На сегодня Я боюсь что в этом году Этого не произойдет Это Дело Более долгое Чем Несколько месяцев Чтобы переломить Общественное мнение Ну вот Видите Организация Это говорит О возрождении Ветки Что они разрабатывают Целую программу Агитационную Правильно Действует Замечательно Я думаю Что чудеса В нашей жизни Случаются Вот Но Я говорил об этом На конференции Что Многие Кто Долгое время Этим занимались Что-то делали Вот В частности Например Отец Александр Валыбердин Инициатор Создания И проведения Премии Вятский Горожанин Который Много лет Ее организовывал Проводил Впервые В прошлом году Сказал Что Он Устал Этим заниматься Что у него Сил больше нет На это Что власть Сообщества Которое Было объединено Премией В числе Экспертов Лауреатов Этой премии Не услышала Не замечено За эти годы С 2004 года Вот И Что по большому счету Это вот такая Уже бесполезная работа И он не будет Ей заниматься Я тут с ним не согласен Конечно С одной стороны Но с другой стороны Вот И слова Марка Неустроева Подтверждают Это Что тут без инициативы Ну невозможно То что они подхватили Эту инициативу Ну замечательно Другое дело Что есть Ну в моем понимании Возможность Просчитывать Какие-то действия Да И есть там Время Когда это Можно Запустить Вот Создание Организации Невольно Как Марк Сказал Совпало С предвыборной Компанией На пост Губернатора Да Сейчас Предвыборная Компания На пост Президента И люди Конечно В сознании Невольно Связывают Эти вещи Тем более С установкой Которая На эти выборы Там есть Да Обеспечить Максимальную явку Там В отличие от Предыдущей Где явка В принципе Была не нужна Тем Кто Баллотировался Ну давайте Все-таки Вы обоснуете Свою сейчас Позицию Евгений Потому что Вы действительно Последовательно И здесь В нашей студии Тоже И в публикациях Своих Вы сказываетесь За то что Название Вятка Должно быть Возвращено Городу Почему Вы знаете Это такой Сложный Вопрос И Вот Та статья Которая Была Процитирована Без моего Ведома Вот в этой Листовке А что за статья Кстати Поясните Это статья В Вятском Крае 9 сентября 2006 года Я вот ее Нашел Специально Даже И в студию Сюда Принес Вот Это была Моя реакция На заявление Тогдашнего Руководства Города В главе С Леонидом Никулиным Как реакция На инициативы Когда Они Определенного Пика Тогда Достигли Как раз Вот По движению По возвращению Городу Имени Я бы настаивал Именно на такой Формулировке Не переименование Возвращение И исторических Названий Улицам Города Тогда проводились Опросы Вот Разными Структурами Не Неофициальными Собирались Подписи Собирались Подписи Общественными Организациями Приходами Тогда Епархия Очень Сильно Подключилась К этой работе Она и сейчас Поддержала Ну и сейчас Поддержала Уже В другом статусе И с другим Главой Главой Да Вот И Эта реакция Содержала Некоторые тезисы Реакции Администрации Города Которые Которые Мне показались Очевидно Спорными Для меня И вот На каждый Тезис Который Там их Шесть Было В пресс-релизе Распространенном Я Отреагировал И посчитал Что Вятский край На тот момент Это такая Газета Которая Имела И большую Большой Тираж И Значение Хотя я работал Тогда в журнале Товар Деньги товар И Василий Васильевич Смирнов Тогдашний Главный редактор С удовольствием Поддержал И опубликовал И она имела Некоторый резонанс Мне с одной стороны Лестно Что она цитируется До сих пор Потому что С какими-то мыслями Которые там были озвучены Я до сих пор Согласен Разделяю Но Есть и определенная Эволюция И Что-то из Того Что было тогда Опубликовано Может быть Сейчас я бы Сказал как-то По-другому Как-то иначе Вот Ну Этот неприятный эпизод С Публикацией Я думаю Что он исчерпан уже Вот Нужно думать О будущем И Будущее Это мне кажется Представляется Вот Как раз Вне политической Плоскости О чем Марк Тоже говорил Давайте мы сейчас О том О каком будущем Мы думаем Поговорим через две минуты После рекламы Снова понимается Вопрос О переменах Возвращении Исторического названия Точно Да Как предпочитает Евгений Дрогов Говорить Директор Издательства Украдкая Возвращение Исторического названия Городу Кирову Кто-то говорит О переименовании Кирова Вятку И мы пытаемся Разобраться В вопросе По-моему Был исчерпывающий комментарий Марк Не устроил В начале Нашей программы Юрист Региональной Общественной Организации Возрождения Вятки Которая снова Поднимает Этот вопрос Организация Зарегистрирована У организации Как мы услышали Есть план действий Определенный По Ликбезу Такому Я так понимаю И некой агитации Которую Эту роль взяла На себя Организация Возрождения Вятки Организация Агитации Кировчан Надо ведь Говорить Горожан За возвращение Исторического Названия Как говорит Марк Не устроив Нет никакой Политической Подоплеки Нет никакой Привязки К выборам Есть просто люди Которые решили Взять на себя Эту ответственность И проработать Этот вопрос Таким образом А мы говорим С Евгением Дроговым Сейчас о том Какими он видит Перспективы города В случае Если это Историческое название Будет возвращено Я говорил О субъекте Который Может и должен Решить эту судьбу Название города Так вот Пока Этот субъект Городом Не владеет Пока Жители Не чувствуют Что они Всецело Хозяева Города И здесь Я согласен Вот эта мысль Это мысль Михаила Шевелева Который сегодня Должен был Прийти Да И я обещал ему Что я на него Сошлюсь И озвучу эту мысль То есть Здесь Люди Которые говорят О том Что То есть Что нам Больше нечем Заняться Да Давайте Лучше Сделаем Дороги Они в каком-то Смысле Правы Но они Правы Именно в том Смысле Что Если человек Не чувствует Себя Субъектом Который Влияет На принятие Решений В городе С чем С чем Менением Не просто Считается Оно Услышано То И реакция На подобные Инициативы Будет именно Такая Более того Сама власть Пока не Определилась И Тут без нее Все равно Не обойтись Рано или поздно Я не понимаю Женя Что вы думаете Что власть Когда-нибудь С этим вопросом Вообще Собирается Определяться Вы знаете Есть примеры Исторические Постсоветской России Когда именно Воля политического Руководства Того или иного Субъекта Федерации Когда она еще Была Во-первых Когда она еще Была Во-вторых Когда Может быть Законодательство Не Ограничивало Таким образом Процедурные Моменты Все Случаи Кроме Кирова До сих пор И Ульяновска Но еще есть Есть отголоски Еще в Волгограде И Калининграде А все остальные Случаи Они Никакими Потрясениями Не сопровождались Возвращение Исторических Имен И таких Городов Очень много Какой город Сегодня Санкт-Петербург Самара Тверь Екатеринбург Странный город Который Я не запомнила Название Но Борисоглебск Запомнил Тутаев Город Тутаев Это в Ярославской Области Город Двойное Название Связано с тем Что изначально Это были два города Которые слились В один Вот И частично Территория Принадлежавшая Этим городам Там затоплена Рыбинским Водохранилищем Вот И город Который Сегодня существует Он Территориально С одной стороны Связан И исторически Вот с этими Двумя городами Но с другой стороны Тоже Прошла целая эпоха Как у нас Да Тут же Несколько слоев Вот в этой теме Несколько слоев Каждый Из Тех Кто Соприкасается С этой темой Чаще всего Снимает какой-то Один слой Вот Марк говорил О бытовом слое Да О политическом Есть экономический Слой Есть идеологический Есть Религиозный Христианский Ну Вопрос веры Да Причем вопрос веры Это не столько В данном случае Вопрос Веры В Бога Или неверия Да Атеизма Сколько Вопрос Нигилизма Сегодня Ну то есть Неверия В то Что этот вопрос Вообще важен У меня такое ощущение Вот судя по нашему опросу Напоминаем Что 76% Слушателей Проголосовало За то Что За ответ Кому и сколько Нужно заплатить Чтобы о переименовании Забыли Вот вспоминая о том Что в ветской епархии Не единожды И сейчас снова Поддерживает вопрос О возвращении Исторического названия Все таки коммунистов больше В Кирове Я думаю Что Почему Я думаю Знаете В чем дело Чем православных Я знаете В чем дело Думаю Что их не больше На самом деле То есть вопрос Не так нужно Ставить Они Объединены И активированы И активированы Скажем так Идеей Коммунистической В этой парадигме Сергей Миронович Киров Занимает важное место Вообще Это у них свет в окошке Последнее Что осталось Из объединяющего В их идее Потому что Современные коммунисты Это не большевики 34-го года Которые Наш город Переименовали Назвали Кировым Назвали Кировым То есть Миф о том Что это было Волеизъявление граждан Это такой же миф Как сегодня Миф о том Что это стоит Больших денег Там в 3-4-м Кстати Были мысли В том числе Не Уржум Назвать Кировым Ну вот Уржум Почему-то При всем Их До сих пор Уважении К Сергею Мироновичу Они что-то Не поднимают Этот вопрос Переименования Уржума В Киров Более того Есть Примеры Ранней советской Истории Это середина 20-х годов Когда Жители города Кашино Тверской области Обратились К Михаилу Ивановичу Калинину Это родной город Михаила Ивановича Калинина С вопросом Как он относится Если его родной город Будет переименован В Калинин Михаил Иванович Написал большое письмо Где Говорил что Да конечно Вопрос наименований Важен Для Нас Еще тогда Не советских Советских Не называли Еще тогда людьми Вот Но Предпочтительнее И Более правильно Называть Какими-то названиями Города Которые появятся Вновь Которые будут Образовываться Вновь А переименовывать Те города Которые ни мы строили Ни мы Называли Как-то на свое усмотрение Это неправильно Это Временщицкий подход Сегодня одно мнение Завтра оно может поменяться И вопрос Наименования Мест Должен лежать Вот Вне политической Плоскости Если перевести На Современный язык Но Поменялась политическая Ситуация в стране Обострилась Политическая борьба И Именно Ведь с Кирова Началось Массовое Переименование В том числе И Центр Будущих Субъектов Как раз В середине 30-х Годов Шла Реформа Административно Территориальная Здесь еще Очень интересная Тенденция На самом деле Мне хотелось бы Конечно Поговорить О том Что может ожидать Город С точки зрения Развития экономики Например И прорыва В случае переименований Как это может быть Использовано Я просто боюсь Что у нас на это время Не хватит Несколько слов Нужно сказать Потому что это Важный вопрос Ну вот смотрите Начнем с того Что все сегодня Говорят о позиционировании И нынешняя администрация Региона Об этом говорит Об имидже О привлечении Инвестиций О брендировании О брендировании Ну брендирование Это понимание того Кто мы Что мы Куда мы идем Зачем Какими средствами Да Это вот все бренд И там Визуальная его составляющая Как символ А Понимание того Что Представление О нас самих Нас И внешней среды Оно отличается Мы до сих пор Цепляемся за Киров Как официально Так и Неофициально А для внешнего мира Мы остаемся Вяткой И Киров До сих пор Непонятен И многие На просторах Нашей страны С удивлением Спрашивают Как вы до сих пор Киров Ну мы очень хорошо Понятно для Коми Например Вот Жители Коми Они очень за Киров Тут есть Некоторый парадокс Связанный С предприятием У нас Людей Там Сыктывкара И других Городов Для них Киров Ну Вятка Это все равно Старинный город В отличие от Городов Которые появились там У Сысольск Нынешний Сыктывкар Это был Очень маленький Городок Уездный Вологодской губернии Который Вырос в современной Сыктывкар Но не об этом речь Речь о том Что Если будет Понимание О том Что Возвращение Имени Вятка Может стать Тем инструментом Создание Вот этого Современного Имиджа Города Создание Современного Бренда Под который Можно привлечь И инвестиции И Какие-то новые Идеи развития Города Вот сегодня Уже То что Звучало там Пять лет назад Достаточно странно По Агломерации Вокруг Областного центра Оно уже Получает Реальное воплощение Как бы скептически К этому Пять лет назад Кто-то не относился А было много Очень Критических Всяких Замечаний Там Страдания По поводу того Что вот мы Там губим село Есть ведь Объективные процессы Которые происходят Во всем мире Где-то быстрее Где-то Медленнее Но мы к этому Идем И с этим Ничего поделать Невозможно Вот И если Агломерация Уже создается И на эти Агломерации Даже федеральный Центр Начинает выделять Деньги Там на ремонт Тех же дорог То надо Этим Пользоваться И можно Вот всеобщее Там страдание По этому поводу Превратить В всеобщую радость Нет Но это Агломерация Это процесс Отдельный От переименования Вот эта Агломерация И может стать Вяткой Я к чему говорю Слить Слободской Кирово-Чапецк Не слить Это же Естественный Процесс А как интересно Все-таки Это Произойдет Рано или поздно Как это интересно Коллеги Все-таки Звучит То есть Современный Имидж Города Обращенный В будущее Может быть Связан Только с Именем Вятка Это Значит Что Находясь Под именем Кирова Мы все время Смотрим В прошлое И не видим Будущего Своего Хотя Вятка Это более Древнее С именем Кирова Мы застряли В определенном Временном Промежутке И мы знаем В каком И мы знаем В каком И мы не понимаем Что нас связывает С этим Названием Кто такой Киров Молодежь Почему Голосует На сайте И там Где-то В других Местах Высказывается Против Да потому Что для них Они выросли И родились В другую эпоху Для них Эти пять букв Это просто Название Города Но для нас Это Конкретный Человек Там Тот же Крупин Пишет Что для него Фраза В Кирове Владимир Николаевич Да Наш писатель Вятско-Московский Что для него Выражение В Кирове Это где-то Внутри Сергея Мироновича Пламенного Большевика Вот В этом плане Там Красивый Киров Да Они замечательные Вещи делают Но красивый Киров Для меня Это тоже Сергей Миронович Наверное В молодости Может он Красивый был Конечно Я не знаю Я как-то Большие женщины Люблю Ну Если Если двигаться В направлении Вот развития То надо понять Откуда мы Что Киров Это только Краткий миг В истории города Что Для всего мира Мы вятка Остаемся И будем И Тренд Который Был намечен Там В начале 90-х Ну в частности С переименованием Кировской Например Епархии Вятскую Да И потом Многие юридические Лица Общественные Организации Предприятия Учебные У нас вятские Университеты Вятская Торгово-промышленная Пала Все поддержали Это устремление В том Что Мы осознаем То себя Все равно Корнями Вот там Мы оттуда И Многое Хорошее Что Было тогда До сих пор Вот эта вот Преемственность Историческая Которая была Сломлена Искусственно В 2017 Году Она постепенно Конечно Исправлялась Сама Собой Но Сейчас Она Хотя бы Идеологически Восстановлена То есть Нет никаких Идеологических Барьеров Для Ведения Историй Скажем Оттуда У нас Остается Буквально Одна минута До завершения Программы Все-таки Мы видим Еще раз Результаты Опросов На сайте Эхо Кирова Точка Ру Кому И сколько Нужно заплатить Чтобы Переименование Забыли 90% 91 почти Вконтакте 72% По прежнему Причем Просто Это значит Люди Чтобы Не только Откажутся От агитационных Материалов От любого Знания А просто Хотят Чтобы Оставили Всех В покое Ну кстати Говоря Это мнение Объяснял Николай Пасанков Который был Сейчас В первом Часе Дневного Разворота Управляющий Отделением Пенсионного Фонда Люди Боятся Перемен Хотят Стабильности И в том числе Это выражается В приверженности Сохранения Существующего Названия Если Людям Показать Что Возвращение Имени Это не просто Смена вывески А это Определенный План развития Когда Люди Сами При своем Личном Участии Могут Менять Свою жизнь И Эти перспективы Закреплены Какими-то Программами Общественным Диалогом Обсуждением Постоянным Да То Я не думаю Что Даже Последний Прагматик При этом И скептик Будет возражать То есть Здесь Очевидно Это подтверждает Вот те тезисы Которые там Описаны Озвучены Уже многократно Что Голосование Против Вообще Поднимания Этого вопроса Это Непонимание Его значимости Вот здесь Мне кажется Имеет смысл Поставить точку А регион Кстати Вятская область Это следующий этап Диалога Вятский край Предлагался Да Я думаю Что мы еще не раз Поговорим на эту тему Благодарим нашего гостя Евгения Дрогова Директора Издательства Кратко Владимир Сметанин Продолжится Общение В особом мнении Через 20 минут Я прощаюсь с вами До свидания Спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok